меня зовут Светлана Болюх я очень рада слышать и видеть вас перед вами выступать сейчас ситуация такая я начала вести курсы для новичков по технологии валяния показать классическую раскладочку классический войлок двухслойные стабильный и самое главное я хотела бы заострить ваше внимание на готовности войлока что такое готовый волк потому что получается так что ко мне приходит девочки которые где-то учились или по интернету или у кого-то и почему-то когда я спрашиваю где вы будете останавливаться девчонки останавливаются ну мягко говоря не в том месте где хотелось бы чтобы они останавливались и говорят что это готово либо переваливают либо не доваливают это кстати зависит от группы некоторые группы приходят и стабильно переваливают некоторые приходят группы и стабильно все они доваливают. Есть на самом деле признак, который существует всегда, на котором, собственно говоря, я сегодня хотела бы заострить ваше внимание. Вы точно не ошибетесь, если будете на него ориентироваться. Тут есть одно но. Я говорю про войлок для одежды. Это не шарфики, это не паутинки, и это не шапочки, и это достаточно тонкий войлок одежный. И это не летящее платье. Грубо говоря, это жакеты, куртки, вот мы про это поговорим. И мои шапки, которые с ушами стоят. Начнем, пожалуй, буду немножко говорить про то, как раскладывать, как двигаются руки, как движется при этом тело, как ориентироваться, на что смотреть, что такое, собственно говоря, одежный войлок пластичный. Начнем. Начнем мы со стабильного войлока, на котором мы научимся раскладывать ортогональную раскладку. Попытаемся понять, что такое, сколько нужно грамм разложить на лист, грубо говоря, А3. У нас здесь наш, вот я отметила себе, поле здесь 50 на 40. Вот я сантиметров положила. Вот сколько я должна разложить грамм шерсти вот на вот эту площадь для того, чтобы у меня получился одежный войлок. Вот. У нас будет ортогональная раскладка, двухслойная. И я еще буду все это дело валять. Сколько и как я валяю. Стабильный войлок, чтобы он был стабильный. Ну, будем называть это такой драб. Я очень люблю стабильный войлок из шерсти 21 микрона. Можно брать 18 микрон, пожалуйста. Ну, лично я предпочитаю стабильный войлок из шерсти больше танины, 21 микрон. Немецкая, английская, неважно, Новой Зеландия, пожалуйста. В моем понимании стабильный войлок, это войлок, который не тянется. Ее кладу под пупырку. Пупырка лежит у меня пупырями вверх. Значит, вот 50 на 40 у меня. Я предлагаю вам сделать то же самое. 50 на 40. Отметьте себе, пожалуйста, шерстью 21 микрон. И больше того, это предпочтительнее. Вам будет проще раскладывать. Она длиннее, хорошо раскладывается. Значит, вам нужна будет пульверизатор, мелкодисперсный. В пульверизаторе у меня чистая вода без мыла. Просто потому, сколько нужно туда средства налить. Вам нужна будет лечка. Работать мы сегодня будем без виброшлифмашинки. Вам нужна будет какая-то штука, на которой вы будете катать рулон. Вот я буду катать вот на этой вот, не знаю, что это такое. Ну, в общем, эта штука, с которой плавают, по-моему, да? Вот. Вам нужно будет большое полотенце. Вот у меня золушка для мытья посуды. Обязательно нужна, опять же, сетка москитная, не жесткая. Также можно пользоваться вот таким хозяйственным мылом. Это Невская косметика. Мыло с пальмовым маслом 70. Я еще пользуюсь перчатками. Вот люблю я виниловые перчатки. Я их покупаю в магазине. Плюс, ну, то есть вот такой слой. Второй слой будет вот такой. Плюс мне нужно поймать вот эти периметры, да, поймать, чтобы мне было проще с ним справиться. Я буду раскладывать по периметру предслой. Это пасмочка, которая, ну, запечатывает наши открытые края. Обратите, пожалуйста, внимание, что мои слои будут перекрывать. То есть на концах, на периметре у меня будет практически три слоя. Потому что сюда я подойду точно так же. Плюс вот этот слой еще накроют сверху, да. То есть у меня получается по периметру три слоя. Начнем раскладываться. Чтобы у вас получился тонкий, одежный войлок, вот на такую площадь у вас должно уйти 4 грамма нашей шерсти. Вот кто любопытный и кто будет хотеть проверить себя, можно прям мерить все это на весах. Я вижу полграмма разложенные или недоложенные на площадь. Призываю вас тоже не отмерить и разложить, а от большого куска разложить, а потом взвесить. Вы должны, по идее, натренировать свое видение, свои руки, чтобы вы точно так же видели вот эти полграмма разложенные дополнительно. Я иногда раскладываю более толстый слой, иногда менее толстый. Но вот 4 грамма я для себя фиксирую. Поехали. По поводу раскладок. Как раскладывать? Значит, во-первых, ваша лента не должна быть перекручена. Значит, очень вас прошу, вот так не заматывайте себе на руку. Вы будете плохо контролировать вот тот хвостик, с которым вы должны четко работать. Поэтому вы вот смотали. Ну, мне удобнее вот подмышку положить. Кому-то удобнее в карман. Пожалуйста, только не наматывайте это на руку. Значит, чем ближе к хвостикам, тем сложнее это разложить красиво. Поэтому оторвите себе от вашей пасмы достаточно большой кусок. Не всю вот огромную вот бобину, подмышку, да? А, ну, достаточно большой, вменяемый кусок, но не маленький вот такой вот, где у вас получается много вот этих вот хвостиков. С ними пасма. Вот эта пасма. Она разной толщины. И здесь важно понять, какая пасма, какой толщины для вас наиболее удобна. Вот в раскладке. Если вам какая-то пасма широка, поделите сначала ее на две части. Если, опять же, широка, значит, еще вот то, что вы поделили на две части, еще на две части поделите. Кто-то раскладывает с полной пасмы совершенно нормально. Я люблю раскладывать с полной пасмы, но здесь вот она вот не широкая. Так уж получилось. Ну, просто у меня вот кусочек вот не широкой пасмы. Как трепать ленту? Значит, вы можете трепать ленту по-разному, да, вот, вытаскивать вашу вот эту пасмочку. Вы можете вытаскивать пасмочку вот так, вы можете вот так, да, вот так. Вы можете доставать вашу пасмочку вот так. От чего это зависит? Это зависит от ваших пальцев, в первую очередь. Если вы научились вот так раскладывать, и вам удобнее вытаскивать вот таким образом, вы действительно можете вытащить пасму шире. Но есть определенные условия вот для такого захвата. Значит, ваши пальцы должны работать с одинаковым нажимом. Это принципиально важно. Если у вас получается... Вот я попробую сейчас вытащить пасму так, как это обычно бывает. Видите? Раз, два и три. И между ними, между вот этими моими пальцами, более тонкий слой шерсти, который мои пальцы не смогли схватить одновременно. Получается, вот здесь должна быть такая лягушечка. Они должны работать одинаково. Вот эти пальчики. И тут есть еще один момент. Вот эти фаланги не должны поджаться вот так. Если... Пальцы начинают работать каждый самостоятельно. Не три одновременно, а каждый самостоятельно. И они начинают по-разному зажимать нашу вот эту пасму. И у вас получается раз, два, три. Три пальца. Если вы раскладываетесь и видите все время какие-то... Вот эти вот... Ваша пасма распадается на три куска, да? И у вас получается какая-то полосатая раскладка, не единообразная. Значит, ваши вот эти пальцы работают не одинаково. Может быть, вам будет удобнее работать тогда вот таким образом. Положить вот на эту фалангу вот этого пальца. Прижать вот этой фалангой вот этого пальца. И просто вы будете вытягивать ваши пасмочки. И они будут одинаковые. Здесь тоже есть определенная особенность. Значит, вы должны... И тогда вся ваша вот эта лента ляжет на один ваш палец. Попробуйте просто повытаскивать ваши пасмочки. Они приблизительно... Приблизительно должны всегда... Ну, должны быть приблизительно одинаковыми. Это что касается трепания пасмы. Что происходит с этой рукой? В раскладке работают две руки, а не одна. Вот когда я начинала, нас учили, что вот самое главное вот эта рука. А вообще-то в раскладке работают две руки. И это важно, когда вы раскладываете волокна. Если шерсть вам еще позволяет работать одной рукой, то волокна не будут позволять вам работать. Делают так. Зажимают вот здесь вот рукой. Руку вот здесь вот зажимают. И начинают раскладывать одной рукой. Мало того, что несут вот эти волосы куда-то далеко. Значит, вам нужно наклониться над тем местом, на которое вы будете класть свою пасмочку. Одной рукой я... Вот я вытащила. И одной рукой я задаю... Кладу на то место, на которое я должна положить свою пасму. А второй рукой я дотягиваю и вытягиваю все эти волосы. Здесь часто возникает вопрос. Насколько перекрываются мои вот эти пасмочки? Я обычно отвечаю, что вопрос этот неправомерный. Объясняю почему. Потому что в каждой пасме, в каждой шерсти это будет по-разному. На что я ориентируюсь, когда я раскладываю, делаю раскладку? Я ориентируюсь на цвет своей подложки. Я должна это всегда видеть одинаково. Вот я не должна видеть никаких... Не должна... То есть я ее везде должна видеть одинаково, когда я... ...на нее смотрю. Я не должна увидеть сильно вот этих полос, да, утолщений. Я не должна увидеть никаких больших дыр. То есть моя раскладка должна быть красивая, единообразная. Россия, можно я даже точнее inevitably. Когда я переб zij, волшалась. Я не даю ей manifzz на всем. Если я считаю желаю, то я сниму с глазами. Я переживаю вами чем Porque меня с вашими дырами, чтобы вы показывали тем, ощущ consommанные Blue. В свою очередной bonds за п gimbal, ASS down до Axi, выiking Zustные ольбум, я будучи вкусные ольбумы. И я раскладываю снизу вверх, слева направо. Вот как пишем, так и раскладываем. Единственный вот этот рядок будет, которым мы упираемся в наши, он будет неловкий, которым мы упираемся в наш вот этот открытый срез. Он будет везде, здесь, здесь, здесь и здесь. Он будет неловкий, и я буду менять положение своего тела. Пожалуйста, посмотрите, я постараюсь, хоть я делаю это автоматически, я постараюсь это зафиксировать, показать вам. Первым делом я раскладываю вот этот предслой, тот слой, который будет фиксировать у меня периметр. Это... Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Пасночка Пасночка Вот такая. Значит, если у вас вдруг по какой-то причине вам нужно раскладывать более плотный войлок, Значит, вы чуть глубже берете за кончик и вытаскиваете уже другую пасмочку. Если вам нужно разложить войлок тоньше, значит, вы здесь хватаете тоньше и раскладываете новую пасмочку. То есть, собственно, толщина вашей пасмочки зависит от того, где вы схватились за вот свой вот этот краешек. Значит, раскладка моя снизу вверх, да? Я развернулась, потому что мне надо упереться толстыми краешками. И прохожу одну... И прохожу один рядок. Значит, если у вас... Сейчас я выйду вот сюда, и я расскажу еще про один момент, который тоже очень важен. Обратите внимание, эта рука работает точно так же, как и эта. Работают две руки в раскладке. Не торопитесь раскладывать очень быстро. Научитесь раскладывать правильно, медленно. Потом все это уйдет на подсознание. Вот теперь я опять поменяла положение тела. Я переступила так, как мне будет удобно раскладывать снизу вверх. Вот здесь вот есть один момент. Вот как я должна понять, куда положить свою пасмочку? А я это делаю очень... Но не отпустила. И теперь примерила то место, куда я его должна положить. И если мне надо положить ее второй раз на это же место, я ее положу второй раз сразу. Не потом, когда... Следующим слоем. Не потом, когда я вот разложила уже и буду докладывать. Я еще разложила гораздо тоньше эту пасмочку. И ориентируюсь. Если нужно, я переложила второй раз. Я ориентируюсь два раза. Вот здесь. И вот здесь, куда я должна его положить. Вот. И таким образом я раскладываю всю свою раскладочку. Поехали. Смотрите, как я шевелюсь. Смотрите, две руки. Посмотрите. У меня нет полос. Я все время... Просто я это делаю уже на автомате. Вы это будете делать чуть-чуть медленнее. Но лучше сделать в этом месте, чуть-чуть затормозиться, сделать помедленнее. Но зато потом правильный способ раскладки у вас ляжет на подсознание. Видите? Перекрыла. Да? Последним разом перекрыла предслой. И вообще-то я раскладываю вот такой змейкой. Обычно я разложила и пошла с этой стороны раскладывать в другую сторону. Еще раз. Я не смотрю, насколько мои пасмы перекрывают предыдущий слой. Я смотрю на цвет моей подложки там. И если цвет моей подложки, ну, приблизительно одинаковый, меня это устраивает. Возьмете 21 микрон, вы по-другому будете перекрывать это. А, например, Blue Face, это совершенно очевидно. Вы будете перекрывать по-третьему. Ну, я не смотрю. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Сходит такая полоса, дырочка. Я ориентируюсь вот на это, на свое полотно. Я кладу так, как мне нужно, чтобы у меня в полотне не было дыры. Я сюда доложу еще один ряду. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Переступил ногами. Встала так, как мне удобно. я не забываю ноги свои вот там у меня тело движется всегда целиком и последний здесь рядок в этом ведь вылезла я поменяла направление рукой если мне надо ходить я буду ходить если мне надо будет подойти с той стороны я подойдут с той стороны значит вы не прибиты к одному и тому же месту поэтому сделайте так чтобы можно было ходить вокруг раскладки все это первый мой рядок слой до 2 ортогональный слой перво-наперво я пройду вот то и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok